Продолжаем продуктивно встречать это утро вместе с нами в студии Анна Шабадал, Дмитрий Соловьянов. Здравствуйте! Я думаю, что сейчас все больше и больше людей к нам присоединяется, правильно? Все больше людей проснулось. Итак, в рамках просветительского проекта телеканала ОТВ и Центра народного творчества каждый четверг мы приглашаем к нам в студию Уникума. Это очень здорово! Мы приглашаем южноуральцев, о которых должны знать. Сегодня мы познакомимся с творчеством Владимира Белова. Встречайте у нас в студии заслуженный работник культуры, доцент факультета народного художественного творчества Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета Владимир Белов. Здравствуйте! Доброе утро! Расскажите нам, пожалуйста, у вас два инструмента, мы вот все ждем с одним, а вы пришли даже с двумя. Можно по очереди про них рассказать, да еще и сыграть, и показать, какие у них звучания, насколько они различны? Конечно. Это гармония и редкость уже в нашей, так сказать, Челябинской области. Это как дальний привет с Волги. Раньше как делали такие... Почему она маленькая? Ну, такая пискливая, визгливая, что на одной стороне Волги играли, а на другой плясали. То есть переносится такой звук, далеко летит. Она просто недовольна, что она меньше, чем... На баяне так и не сыграть. Вот компрессия у нее такая, что маленькая, но визгливая. А покажите нам какой-то визгливый звук. Саратовский гармоний. Ну, вот, например, наигрыш саратовский. Да! АПЛОДИСМЕНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эй! АПЛОДИСМЕНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ух! У меня до сих пор еще где-то звенит, да, чтобы я просыпалась. И мне кажется, на звук будильника прям это очень здорово, да? Да, уже будет пяточками. Особенно вступление, понимаете, так сразу можно вскочить вообще. Здорово! Мы прямо нас сейчас разбудили, я поняла, что я, оказывается, только в 8.39 проснулась на самом деле. Давайте далее, побольше инструмента мы видим. Это что за гармония? Побольше это тульская гармония, которая в основном укоренилась в России. Было много и ливенские, но они существуют, конечно, но в малых количествах. В основном сейчас народ играет. Она легка в обращении, так сказать, легко научиться. Ну, как на любом инструменте, научиться можно легко, но потом совершенствоваться всю оставшуюся жизнь. Хорошо. Так, как она звучит? Здесь вы нам что-то такое сыграете, споете? Наша, уральская. Немножечко вначале медлячок, а потом еще ленькая. И пошло. Опять будильник. Ну, примерно так. Не хватает от вас ложечек и бубна какого-то. Мы сегодня не взяли, да. Было бы уральское тревог. Всегда мы приходим именно с ними, да? Бубен у меня с собой, а Аня ложки сегодня не захватила, к сожалению. А все-таки, Аня, спрошу про то, что как-то легко можно научиться все-таки или тяжело? Вот если я захочу с нуля научиться. За сколько научусь играть на гармонии? Ну, студенты при желании, конечно. Обучаются за 2-3 недели. Ух ты! Какие-то стандартные композиции? А потому что, вот смотрите, здесь 7 нот, как в природе. До, ре, ми, фа, сол, я, си. Опять до, ре, ми, фа, сол, я, си. И опять до, ре, ми, фа, сол, я, си. То есть, вот мы вначале из трех ноток собираем песенку. Там у нас много русских народных песен, состоящих из двух трех ноток. А уж про три аккорда... Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, помимо того, что вы к нам пришли, играете, и где вас еще можно услышать, на каких мероприятиях вы выступаете? Ну, так сказать, на городских, где пригласят, когда пригласят, так и я... Ну, то есть, как только мы услышим, что где-то у нас есть городское мероприятие, вы будете... Да, я просто не в рекламу, так сказать, что у нас много гармонистов, но я единственный профессиональный, так сказать, дипломированный. Так и нужно делать обязательно. Вы знаете, зачем нам ждать городское мероприятие, ведь вы к нам сегодня пришли не с пустыми руками, а давайте еще сыграйте, а мы, может быть, все-таки в пляс. Интересно, пожалуйста. Может быть, найдем ложки все-таки, да? Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо вам огромное. Браво, браво. В следующий раз надо будет готовиться вам балалайку, вам... Наши мужчины, наши. Тоже три аккорда, и все, и мы будем вместе выступать. А мы будем с Владимиром зажигать. Спасибо вам огромное. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Владимир Белов, заслуженный работник культуры, доцент факультета народного художественного творчества Южноуральского государственного педагогического университета. А прямо сейчас переключимся с музыкальной темы на кулинарную и научимся готовить постные вареники с грибами. Ну, в общем, записывайте рецепт. Приятного аппетита.